На канале ОТС Время новостей в студии Иван Кудинов. Здравствуйте, смотрите далее. Предновогодняя аномалия. В последние выходные 2015-го в Новосибирске ожидаются дожди и плюсовая температура воздуха. Из аварийных домов благоустроенные квартиры. Несколько семей из Барышева после долгих лет ожидания переехали в новое жилье. Разгромная победа после обидного поражения. Как хоккейная Сибирь вернулась на вершину турнирной таблицы. Весна пришла в декабре. На предстоящих выходных синоптики обещают в Новосибирске настоящую капель, аномально теплую погоду и дожди. Регион находится в зоне действия теплых воздушных масс атлантического происхождения. Ночная температура уже сегодня будет не ниже нуля. Местами столбик термометра опустится до минус шести, но на общую картину оттепеля это не повлияет. Днем выходных воздух прогреется до плюс двух градусов. При этом из-за аномального тепла на новосибирских дорогах уже появились лужи. Новые квартиры жителям аварийного жилья. 15 семей из Барышева сегодня стали счастливыми новоселами. Таковы первые результаты работы новой администрации сельсовета. Алия Арзаева расскажет подробнее. Два дня назад плакала, не могла. Я думала, что никогда сюда не зайдут. Ключи от новой двухкомнатной квартиры Нина Александровна получаются слезами на глазах. Этого момента она ждала несколько лет. До сегодняшнего дня жить приходилось в полуразрушенном бараке. Что делается кругом? Вообще все сыпется, все рушится. Ой, мамочка милая, как же так можно? У меня корова была, сарайка у коровы теплее было и светлее. Первым делом новостью о скором переселении Нина Александровна делится с мужем. В новой квартире пенсионеры радуются, как дети. Он уже и взгреб подержать, хоть скажет. Такие же ключи получили еще 14 барышевских семей. Все прекрасно, квартира хорошая. Чего еще желать? Болгода. Три года, четвертый год уже мы ждем. И, ну, наконец, дождались. Новый глава барышевского сельсовета признается, это только начало. На очереди второй дом и большие планы на будущее. Мы планируем привлечь после Нового года все-таки инвесторов. Нам в Барышево очень много аварийного жилья, хотя бы по чуть-чуть двигаться. В этом направлении привлекать инвесторов, чтобы застраивали барышев, хотя бы как бы облагораживали, сносили бараки. На их месте мы какие-то возводили бы более приличные, конечно, дома уже. В сданном доме заканчивает косметический ремонт. И все новоселы будут встречать Новый год в новых квартирах. Алия Арзаева, Алексей Зубила, Новости ОТС. Сегодня журналисты ОТС встретились с мамами, которые за дополнительные сборы в детском саду. Напомню, накануне в нашу редакцию обратилась жительница Новосибирска. По ее словам, в детском саду, куда она водит своего ребенка, с родителей собирают баснословные суммы. За их счет делают ремонт, вывозят снег, покупают канцтовары и игрушки. А недавно, если верить словам женщины, попросили скинуться на компьютер бухгалтеру. Причем инициатива исходит не от родительского комитета, а от заведующей. За разъяснениями мы обратились в детский сад, но там от комментариев отказались. Наши корреспонденты встретились с мамами, которые в дополнительных сборах ничего плохого не видят. По их словам, давления со стороны администрации сада никогда не было. Что купить решают сами на собраниях родительского комитета. А все расходы записывает специальный журнал. В этом году мы собираем по 200 рублей ежемесячный групповой взнос. По 500 рублей однократный взнос за канцтовары и 500 рублей за игрушки. Для чего мы это собираем? Это было принято, во-первых, на общем собрании родителей. Для того, чтобы наши дети играли современными, хорошими, качественными игрушками. Если есть такая возможность у родителей, и детский сад нам не говорит, что этого делать нельзя по закону, мы приносим, соответственно, эти игрушки. Вот мы их сейчас закупили, там, больше, чем на 11 тысяч рублей. Мы собрали по 500 рублей с каждого родителя. И подарили это, как будто бы принес им Дед Мороз. К счастью, детей не было предела. Игрушки 11265, канцтовары 11500, методички 650. Это то, чтобы наши дети, например, изучали историю нашей страны. Причем это мы не сдаем ни заведующие, ни воспитатели. Нет, мы не сдаем никому. Они не касаются этих денег. Подробный сюжет на эту тему смотрите сегодня в итоговом выпуске новостей ОТС в 20.30. Сегодня на Новосибирском заводе тяжтанка «Гидропресс» запустили новое оборудование, которое позволит проводить полный комплекс обработки алюминиевого сырья. Установка предназначена как для работы с новыми металлоизделиями, так и со вторичной продукцией. За несколько минут агрегат автоматически может обработать несколько десятков изделий любой формы и сложности. При этом человек только контролирует процесс. Уже сейчас у предприятия есть заказы, позволяющие в короткие сроки окупить новое оборудование. Стоимость установки составила 33 миллиона рублей. Без этой машины тоже можно было выпускать изделия точно так же. Но после определенных операций гальванических, после анодирования, выявляются как раз те, иногда, будем говорить, заусенцы так называемые, сколы, трещинки и так далее. Вот этой пескоструйной машиной или дробеструйной машиной, это все, будем говорить так, нивелируется. И выходит качественная деталь, которую можно руками брать спокойно, потрогать и так далее. Это мировой стандарт качества. К другим темам. Обменять рубли на доллары и евро станет сложнее. Центральный банк России ужесточил правила покупки валюты. С 27 декабря операции по обмену наличной валюты в нашей стране должны будут проводиться не с упрощенной, как сегодня, а с полной идентификацией клиента. Сейчас достаточно предъявить паспорт. По новым правилам, при обмене иностранной налички клиенту придется заполнить подробную анкету. Как следует из положения Центробанка, у клиента, кроме паспортных данных, должны будут зафиксировать ИНН, контактную информацию и сведения о финансовом положении. Правда, новые правила идентификации при обмене валюты будут действовать только в случае, если человек хочет купить или продать валюту на сумму более 15 тысяч рублей. Они готовы прийти на помощь 365 дней в году, 24 часа в сутки. Сегодня у работников службы спасения профессиональный праздник. МЧС России отметила юбилей ведомству 25 лет. По случаю памятной даты во Дворце культуры железнодорожников прошел торжественный вечер. А на площади перед зданием спасатели выстроили в ряд новейшую технику, например, грузовик с подъемником. Машину закупили в этом году. Лестница на грузовике может подняться вверх на 50 метров. С помощью этого приспособления спасатели могут вытащить человека с 17 этажа здания. Учитывая, что город Новосибирск динамично развивается и рвется ввысь, то для спасения людей наиболее актуально это коленчатый подъемник. Вот он у нас стоит первым. Это АКП-50. Автомобиль поступил в этом году. Автомобиль новый, с улучшенными данными по управляемости, надежности гидравлики, с учетом особенностей нашего региона. До Нового года осталось несколько дней и сейчас самое время подумать о том, что приготовить к празднику и чем угощать гостей. Настоящим гурманам придутся по вкусу продукты, произведенные в Белоруссии. Где их можно купить, расскажем в следующем сюжете. Белорусские товары всегда славились высоким качеством и соответствием стандартам ГОСТ. Но где их купить, оказывается, теперь они доступны всем новосибирцам в магазинах компании Холидей. В ноябре здесь провели акцию Дни Белоруссии. Это настолько понравилось горожанам, что раскупили все считанные дни. Акцию решили продлить. По просьбам покупателей мы решили заказать расширенный ассортимент продукции белорусских товаров. Наши сотрудники и сотрудники компании Холидей были откомандированы в Республику Беларусь для выбора продукции по приемлемым ценам и высокого качества. На прилавках магазинов можно найти натуральные белорусские сыры, сливочное масло, сметану, творог, колбасные изделия, конфеты, шоколад, сгущенное молоко. Все это произведено на лучших предприятиях с многолетней историей и традициями. Устраивает ценовая политика по этим товарам, качество этого товара. Ну и второе, это моя родина. И когда я увидел эту позицию товаров в магазине Холидей, я очень сильно обрадовался, поэтому буду часто навещать этот магазин. Белорусские продукты уже поступают в магазины. Ассортимент пополнится новыми позициями, так что приходите за покупками в магазины Холидей и Сибириада. Ксения Обороткина, Андрей Дулепов, Новости ОТС. И в завершение о спорте. Хоккейная Сибирь провела заключительный домашний матч регулярного чемпионата КХЛ в этом году. На этот раз новосибирцы встречались с Борысом из Астаны. Чем закончилось противостояние ледовых дружин, расскажет Алина Аверчук. После поражения Сибири в игре с «Авангардом» в составе нашей команды произошли серьезные изменения. Так, на лед после долгого отсутствия вышли Дмитрий Моня и Иван Верещагин. Уже в начале первого периода сибирикам удалось реализовать большинство. Счет открыл Кали Ридерваль. Но после забитой шайбы команды начали грубую игру. В середине периода и вовсе до конца встречи был удален Артем Ворошила. Казахи воспользовались ситуацией и сравняли счет. Обе команды хотят выиграть. Такой накал страстей. Интересная игра. Ну, плохо сыграли на добивании. Пропустили гол. Но хорошо, что потом сравняли. Во второй 20-ти минутке Сибири удалось выстоять втроем. Дальше наша команда перехватила инициативу и уже не уступала сопернику. Голами во втором периоде отличились Максим Шалунов и Сергей Шумаков. А в заключительном отрезке игры наши оформили дубли и принесли в копилку новосибирцев еще две шайбы. В итоге Борис потерпел поражение с разгромным счетом 5-1. Всю игру команда от и до работала. Именно командная работа, и мы выиграли этот матч. Каждый работал из-за себя, из-за того парня. И самоотверженно принимали силовые приемы, подставлялись, как это говорится. После этой игры Сибирь вернула себе лидерство на Востоке. Следующий матч наши проведут уже на выезде. 27 декабря новосибирцы сразятся с Ярославским локомотивом. Алина Аверчук, Новости ОТС. И на этом пока все. Полная картина дня. В итоговом выпуске новостей ОТС в 20.30. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин